Буэнос диас, Амигас! У нас новый трек для рубрики «Зацениваю песни подписчиков». Сегодня у нас Рудольф Альтергот и песня «Пополам». Давайте заценивать! Кстати говоря, не строит гитара. Нужно настраивать лучше. Либо пережимаешь где-то. Нестроевич сразу плывет. И вступление какое-то очень куцое. Нужно добавить чего-то, доаранжировать. А так буквально две нотки какие-то гуляют. И понятное дело, что про метроном здесь разговора нет. Вот эта нота сразу дико отстала. Вот сейчас тон и оттяжка такая. Ну тут в принципе все вот такое. И вот не строевич жесткий. Ой, ой, ой. Настраивай гитару. Здесь дело не в том, что ты перетягиваешь, неправильно ставишь аккорд. Здесь именно не строевич. Либо гитара совсем не строит. Может ты ее по тюнеру настроил, но у тебя мензура не строит, например. Нужно это все дело проверять, потому что жуткий не строевич. Пополам разделю ногую весну, на сопящие корни гнилую листву, на черте и врагов рай поделю. Знаете, сейчас в комментариях сразу напишут, только это ж кто-то копирует свою епте. Защитный потолок, на свет и петлю, в кулаках разделю. Разум и злость, тело взвешенное на душу и кость. В дороге кому километры досталь, те кто едет домой. Ну, кстати, есть что-то такое. Цоевское, да. Даже гармонии цоевские и интонирование его. И уносится вода, спешные слова встречные, ухо врежутся. Гитара не строит при вашем виде. Настраивай гитару, отстрой мензуру, если потянура настроит, а в аккордах нет. И в сведении все торчит слева. Такая середина, уплывающая влево. Справа ничего нет. Сколько в памяти глаз... Все в левом канале. Нужно раскидывать по панораме, потому что у тебя там гитарка. Как бы две гитарки, вот это вот все надо вот... Голос в середину, а это запанорамировать. Телефонов слегло от невдумчивых фраз, да напару со злом порвано на весы. Совесть и спесь, инстинкты и разум, что больше весит, да зазря не кляни. Наши глаза не умеют... Ну, подача уверенная. Там где-то что-то немножко не в нотке, но это совсем шероховатость и неважно. Главное, что уверенная подача, все хорошо по поводу вокала. Но, блин, цоевские интонирования, конечно, превалируют. Слова превращаются в хлам. Случай и мастерство разделю пополам. Земля... Небо... Между землей и небом война... Спешные слова встречные. Духа врежутся, а не стереть. Я, кстати, не иронизирую, не прикалываюсь. Тут что-то такое просто навеяло. Сбросенью или ломатью по проезжей части. Про пройди, спешные... Обязательно настроить гитару, обязательно все записать в метроном, раскинуть по панораме. Это вот первое, что нужно сделать. Слова встречные, ухо врежутся... Ну и слышно, что гитара явно не... Даже не из средней ценовой категории. Сбросенью или ломатью по проезжей части про пройти... Ну и видно, что записывалось все одним тейком. Не было перепевок каких-то, потому что есть такие глисы не очень красивые. Это бы стоило перепеть. Просто сел, записал гитарку, спел. Ну и значится... Все. Лобовое стекло очистителем взбрызнул... Лобовое стекло очистителем взбрызнул... Мы еще текст будем разбирать, но я сейчас это услышал. Взбрызнул не очень хорошее слово, если честно. Особенно в современном-то мире. Веченье будет, но какой же в нем смысл? Тьму и ясность шеи в одну целую ветошь. Когда слишком ярко, ты скорее ослепнешь... Даже иногда где-то грубик такой проскакивает. Голос а-ля, как это говорят сразу, летов, если ты чуть-чуть с перегрузиком спел. Все, блядь, летов по-любому. Грув хорошие местами. Женезрячая скорость срывается с рельс. Время и атомы превращаются в смесь. Сталь, слова и огонь разрываются в хлам. Все, что есть на пути, разделю пополам. Спешные слова встречные Ухо врежутся, а не стереть. С бросенью или ломатью По проезжей части в рот пройти. Спешные слова встречные Ухо врежутся, а не стереть. С бросенью или ломатью По проезжей части в рот пройти. Ну да, и в конце было слышно, что затрещал стул или что-то подобное. Надо было фейд-аут пораньше сделать. Так вот, по поводу гитары я уже сказал, по поводу метронома тоже я сказал. Еще что нужно бы сделать. Песня длится 4,5 минуты. Когда так долго, такой большущий хронометраж у трека, И ты играешь его просто тупо на одной акустической гитаре, То нужно хотя бы как-то ее разбавить. Возможно, модуляцией эта песня прям требует модуляцию. Просто на тон, допустим, или на полтона ее поднять выше, где-то в середине. Так делал Юра Хой, например, когда песня однообразная. Вечером на нас находит грусть, порой, порой. Если всю песню она очень длинная. Петь в одной тональности, то получается какая-то однообразная. Однообразная, хорошее слово. Здесь примерно то же самое. Поэтому нужно обязательно и даже облизательно сделать модуляцию. Например, либо какой-то обыгрыш, проигрыш, что-то подобное. Теперь давайте по поводу текста. Ну, вокал я уже тоже обсуждал. Подача есть. Я бы, конечно, тоже где-то... Ну, слишком все как-то тоже однообразно. Но, если бы была та же самая модуляция, то вокал бы тоже изменился. Длинные песни, запомните. Которые вот... Почему-то очень многие обожают длиннющие песни. Просто в акустике. Я понимаю, когда она уже аранжирована, где какие-то соло-партии, проигрыши. И она выскакивает в 4,5-5 минут. Но современная тенденция, сколько я песен послушал авторов, подписчиков. Почему-то все обожают эти длинные-предлинные песни. Куча текста какого-то. И вот это вот все ты слушаешь, думаешь, господи, когда песня эта закончится. Должны быть хотя бы какие-то проигрыши, что-то такое. Я уже не буду там со своими песнями сравнивать условно. А то скажут, задолбал ты именно со своими, бла-бла. Только и успеваешь, и только и можешь сравнивать. Но что-то вы прям все длинните очень сильно. Тогда хотя бы делайте какое-то разнообразие. Хотя бы в виде модуляции. Теперь текст. Давайте зырить. Пополам разделю ногу и весну. На сопящие корни и гнилую листву. То бишь так чик и напополам. Сопящие корни. Ну ладно, черт с ним. На чертей и врагов рай поделю. В раю есть черти и враги. Ну пусть будет. Любая метафора имеет место быть, если она чем-то подтверждена. Защитный потолок на свет и петлю. Что такое защитный потолок? Я особо не врубаюсь. Который защищает от чего-то. Ну не знаю, если имелся в виду рай. Под ним какой-то есть потолок. И тут свет, тут петля. Типа рай, ад. Может быть что-то подобное. В кулаках разделю разум и злость. Тело взвешенное на душу и кость. Тело взвешенное на весы стал и взвесил. Или взвешенное в смысле висит в петле, подвешенное тогда. Тут непонятно. В дороге кому километры достали, те кто едет домой и уносится вдаль. Ну короче, здесь получается человек, значит, идет где-то в середине. Он может все разделить. У него есть разум получается, да. И он из огня до в полымя не будет кидаться, бросаться. Он все может структурировать, так сказать. Это прекрасно. Сколько в памяти глаз телефонов слегло. От невдумчивых фраз, да на пару со злом. Телефонов слегло. Это как? Это как-то непонятно. Поровну на весы, совести спесь, инстинкты и разум, кто больше весит. Ну вот, как раз я говорил, что разум, человек разумный. Он вот не доверяется инстинктам. Возможно, только иногда. Больше доверяет разуму. Поэтому может все разделить на пополам. Но сколько телефонов слегло, это забавно. Да, зазря не клини наши глаза. Они умеют сглазы сами сглаживаться. Сглазы сглаживаться. Прикольно, кстати. Несколько-то порновато написано, но интересно. На дороге слова превращаются в хлам. Случай и мастерство разделю пополам. Ну, в общем, человек разумный. Правда, уже целых два куплета одного и того же. Ну, ладно, сейчас третий посмотрим. Лобовое стекло чистителем сбрызнул. Вот, да. Вот, ну, сбрызнул как-то не очень. Это, ну, такое прям. Это как у меня песня. Вот, снова я попал в просак. Вновь любовь обходит стороной. И сразу всякие там чуваки в просак. Ну, понимаете о чем. Ну, именно деревенские какие-то пацаны. Для них слово в просак попасть. Короче говоря, они сразу вспоминают только одно. Не будем озвучивать, что. Тьму и ясность шеи в одну целую. А, тут уже обращение к кому-то. Когда слишком ярко, ты скорее ослепнешь. И незрячая скорость срывается в рельс. Время и атомы превращаются в смесь. Сталь, слова и огонь разрывают. Ну, наверное, скорее всего, разрываю я в хлам. Все, что есть на пути, разделю пополам. Спешные слова встречные в ухо врежутся. Не сиреть их с проседью или ломатью. По проезжей части вброд пройти. Слушай, здесь, ну, если вот взять стержень какой-то, да. Вот ты делишь там все напополам. И условно разум превалирует. А инстинкты, так сказать, находятся где-то в стороне. Иногда только подключаются. Но здесь вся песня только об этом. Здесь нет какой-то, каких-то причинно-следственных связей. Что вот, ну, допустим, ты можешь это делать. И три куплета об этом, большущих. Даже не три, а получается шесть куплетов. Просто тут у тебя это все слитно. Шесть куплетов о том, что ты можешь там что-то на что-то поделить. И не поддаваться инстинктам. Все. Я, честно признаться, небольшущий. Здесь вот очень много каких-то фраз. Типа, незрячая скорость срывается с рельс. Почему она незрячая? Почему она срывается с рельс? Время и атомы превращаются в смесь. Это называется графомания. Когда куча каких-то метафор, эпитетов, аллюзий. И все это вот в кучу набрасывается. Но, так или иначе, любая песня, она для слушателя. И он должен понять, о чем эта песня. Здесь, в принципе, понятно сразу, да, по поводу разума и инстинктов. Я уже не буду повторяться. И всегда интересно, где вот там хэппи-энд, так называемый. Ну, вот умеешь ты это делать, допустим. И ты вот в третьем куплете, походу, призываешь людей тоже это делать. Но эта песня, кстати, напоминает, типа, если есть тело, должен быть дух. Сначала тоже у Робертовича было как там, песня без слов, ночь без сна. Тоже какие-то вот такие перечисления. Потом, если есть тело, то должен уже быть дух. Это он к каждому обращается уже. И можешь ли ты встать и выйти из ряда вон, сесть на электрический стул или трон? То бишь ты либо кем-то станешь, либо будешь так же прозябать, как чмоа босса где-то там в своих мечтах, на своей печке. Короче говоря, там уже каждый может что угодно придумать. Там тоже все очень и очень просто, но при этом, ну, не в бровь, а в глаз. А здесь, ну, как-то вот я, например, особо не врубаюсь. Че куда? Зачем? Вот это нагромождение нагромождение. Это и есть та самая графомания. Запомните самое главное. Вы это даете слушателю. Слушатель в основе своей не очень сильно будет разбираться в ваших текстах. Потому что слушатель какой бывает? Малообразованный, ленивый. Ему нужно что-нибудь такое, вот то, что он уже 40 раз слышал. Условно сектор газа или вот какой-нибудь соя, там, что-то подобное. И не будут в основе своей люди разбираться. Потому что им насрать. Они вот хотят чего-то такого, что они уже слышали, либо чего-нибудь простого. Там, забирай меня скорее, у вас здесь за 100 морей. Да, вот это какую-нибудь такую хуетень. Никто не говорит, что нужно делать именно так. Но нагромождение, понятное дело, что есть слушатель, который действительно очень вдумчивый. Ему интересные тексты. Его очень мало. Два человека из миллиона, наверное. Ну, может быть, из 700 тысяч. И он будет что-то слушать, что-то там, ну, вот это вроде интересно, вот это да. Но здесь он ничего не поймет. Вот я, например, люблю слушать тексты. Здесь я ничего не могу понять особо. Сколько в памяти глаз телефонов слегло? Глаза помнят какие-то телефоны, которые слегли. Что значит слегли? Тут что угодно можно придумать. Слегли, потому что поломались телефоны. Или номера телефонов имелись в виду. Где кто-то что-то с кем-то перезванивался. И в итоге эти люди потом раз и вырезаны были из этой жизни. И люди переставали общаться. От невдумчивых фраз. Вот типа, что-то там ляпнул такое, да. И злость какую-то. И в итоге человек раз демонтировал тот номер телефона. Типа, я не буду больше тебе звонить. А в итоге лирический герой может поровну на весы. Совесть и спесь. Поровну на весы. Тоже, типа, как-то некрасиво. Это поровну на весы совесть и спесь. Инстинкты и разум. Кто больше весит. Типа, поровну положил на весы совесть и спесь. Или как? Что-то вот зазря не кляни наши глаза. А кто должен клянуть глаза? Там уже и так в памяти глаз что-то есть. И не умеют сглазы сами сглаживаться. Кто кого сглаживал. Кто на кого сглазы накладывал. По дороге слова превращаются в хлам. Ну, типа, путь ты прошел. И все слова в итоге ничего не значат. Случай мастерства разделю пополам. Ну, короче говоря, налицо. Тут без обид как бы. Налицо графоманство. Самая настоящая такая. Графомания. Как она есть. Ничего страшного. Я в свое время тоже этим страдал. Бывает и сейчас. Иногда пострадываю. Но я стараюсь все равно донести до людей какую-то историю. Чтобы человек понимал, что, куда, где. И вот эти причинно-следственные связи. Чтобы как-то у людей в голове сформировались. Это все коррелировалось. И в итоге образы какие-то были. Самое клевое в песне, когда рождаются образы. А тут ты, собственно, начинаешь думать. Ты весну можешь разделить. Там что-то такое. На черте и врагов рай поделить. А потом какой-то защитный потолок. И ты начинаешь там силишься. Думаешь, что такое защитный потолок. И у тебя уже там кулаки, разум, злость. Тело взвешенное. Потом тело взвешенное. Что такое тело взвешенное? Подвешенное, взвешенное. В воздухе оно висит или чего. И такой. Примерно как-то такая ерунда получается. Но в целом здесь есть смысл работать дальше. Потому что очень многих ты слушаешь эти песни и понимаешь, что это пиздец. Здесь хоть и графомания, но она дает возможность работать дальше. У человека есть слово. Он может работать со словом. Это не я, ты, мой, вы. Это не бующе надалеко. Это просто я, как говорится, критикую. Может быть, там для многих это покажется, что ебать, он сидит обсирает. Нет. Здесь охуительно в том плане, что это не буйовщина. Это человек, который может дальше идти по этому пути и развиваться. Здесь есть эти самые ступенечки, по которым можно идти вверх. И я думаю, что он обязательно пойдет. Собственно, посмотрев вот этот видосик. Наверное, как-то вот так. Так что, третий выпуск у нас побыл. Вперед из песней. Метрономчик, гитарку настраивать. Думать про какие-то модуляции, про какие-то остановочки, что-то подобное. И все будет заебись. Есть куда расти. И самое главное, что есть те самые ступенечки, по которым можно идти вверх. Это дорогого стоит. Так что, респектный респект. И до новых синяков. Ставьте лайки, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok